итак вот это наш проект спортического занятия посвященный представлениям мы сейчас его еще раз пробежимся посмотрим как он работает и если у вас появятся какие-то вопросы вы мне пишите их в чате да если вы что-то забыли или в общем какие-то появятся вопросы то пишите а потом мы займемся маршрутизации так первым делом и проект соберем комбинации control shift b или или правой кнопкой по по проекту и выберем билд где-то не видно он там где-то сверху в общем билд запустил вот будет билд или комбинация control shift b мы видим что проект собрался успешно и мы можем его запустить нажав кнопку f5 в режиме отладки но сейчас немножко долго запускается все потому что у меня процессор кушается так и вот мы видим вот такую вот разноцветную красоте и так что это у нас такое мы видим что у нас адрес пустой да то есть адрес это имя моего компьютера то есть имя local host локальное окружение и номер порта никакого значения после свеша нет то есть это корень нашего сайта согласно нашей таблице маршрутизации про которую мы с вами чуть-чуть начинали говорить на предыдущем занятии эта таблица маршрутизации описано вот здесь вот в алике road config вот она у нас здесь есть только один маршрут который направляет нас контроллер home и действия action index в случае по умолчанию когда у нас никакие параметры в адресной строке не задали во всех остальных случаях система будет пытаться разобрать адресную строку вот в такой комбинации контроллер action и айди который будет опциональный то есть если бы мы набрали home index мы попали в home контроллер индекс действия по умолчанию мы туда и попадаем если бы мы попали на набрали там product details вы попытались система бы пыталась найти контроллер продукт действие details но к этому и чуть позже и так мы попали в home контроллер в действие индекс и мы с вами даже чуть-чуть на прошлом занятии говорили про модели вот значит мы здесь генерируем модель данных для страницы вот эту и передаем туда значение алекс 32 где алекс это имя а 32 это age дальше мы эту модель передаем в метод view и потом все это дело возвращаем назад то есть мы возвращаем это из контроллера что дальше происходит когда вот этот view вызывается система пытается найти по умолчанию файлик шаблоном html странички которые находятся по пути views home и дальше имя индекс то есть вот этот файлик индекс с html будет использоваться как шаблон для html странички которая вернется пользователю и в этот шаблон мы передаем модель с данными который у нас page model мы приходим на эту страничку на шаблон и смотрим что действительно эта страничка работает с типом данных page model и поскольку мы это задекларировали здесь мы можем использовать свойства вот этой page model на странице для того чтобы доставать из нее какие-то элементы данных и эта страница этот шаблон рассчитывает на то что именно этот тип данных сюда перейдет то есть мы сюда не передаем какой-то другой тип модели только page model больше ничего если мы попробуем что-нибудь другое передать сюда у нас возникнет ошибка и так что у нас здесь есть у нас есть вот такая секция и вот такая секция здесь мы у нас здесь есть дифф зеленого цвета и надпись hello from page template дальше параграф белого цвета с именем алекс потом возраст написан и какой-то элемент contact us давайте смотреть что это на странице вот этот зеленый блок hello from page template белым алекс потом цифра 32 вот этот элемент все это в контейнере зеленого цвета что у нас дальше на странице дальше у нас в этом контейнере зеленого цвета еще что-то белое лежит в котором тоже написано алекс 32 как она сюда попала мы здесь вызвали вот такую штуку и чтим ил партиал то есть мы вызвали частичное представление то есть мы взяли кусочек шаблона который называется контакт и передали туда опять же вот эту модель которая у нас была здесь будет целиком передали на этот на второй шаблон который маленький в этом случае система будет искать система будет искать шаблон в папке шерд и имя с именем contact.cs html как вы видите этот шаблон также использует модель типа page model здесь написано layout now это значит что у него нет никакого верхне стоящего шаблона то есть этот шаблон сам по себе и все что он делает он объявляет контейнер белого цвета и из модели достает имя и возраст и вот вы видите вот этот контейнер белого цвета с теми же данными которые есть здесь что происходит дальше дальше у нас есть на вот этой странице вот такая секция тоже зеленого цвета и там на ней написано hello from page template section footer найдем это вот она зеленого цвета hello from page template section footer дальше такой же белый блок как и здесь такой же он потому что мы то же самое вызвали частичное представление контакт но мы сюда не передали никакую модель в этом случае система считает что мы используем в качестве аргумента ту же самую модель которая есть здесь вот так и у нас вот этот отрисовался теперь все это лежит в каком-то большом контейнере красного цвета у которого есть hello from parent template hello from parent template сверху снизу то есть вот этот кусок обернут и какой-то блок здесь снизу давайте посмотрим значит поскольку здесь у нас на этой странице не указан layout null как указан здесь то система когда будет пытаться найти layout то есть шаблон верхнего уровня для этой страницы она побежит у нас файлик который называется view start cs html и найдет вот этот layout этот layout по умолчанию для всех страниц у которых layout не указан поэтому вот этот layout будет шаблоном по умолчанию для всех страниц где у нас он не использует где у нас он явно не прописан и так мы видим здесь у нас контейнер красного цвета hello from parent template hello from parent template между ними render body render body это блок информации с любой страницы то есть вот этот который явно не обернут ни в какой контейнер ни в какую секцию дальше у нас идет render section footer то есть и и второй аргумент фолста который говорит о том рекуает это этот эта секция или нет обязательная она или нет это значит что система на страница с которой мы попали на вот вот этот layout на вот этот вот этот мастер шаблон будет пытаться найти на той странице секцию footer и отрисовать ее но если она ее не найдет ничего страшного она и ничего не нарисует если вот этот аргумент не передать то страница обязана этот footer отрисовать иначе выпадет ошибка и так вот наша секция footer которая делает контейнер зеленого цвета вот он да мы про него уже говорили вот поэтому у нас в красном блоке вот тут такой зеленый блок еще есть вот он в шаблоне отрисован и у нас здесь еще есть html action contact который нам передал алису сюда сейчас я вспомню как сюда алиса пришла а точно да это же action у нас это же не да это не простая отрисовка и простая отрисовка шаблона вот такого да а это у нас указание системе что в этом место нужно отрисовать шаблон который может отдать контроллер по действию contact мы идем в home контроллер находим contact он генерирует нам модель алиса 4 и возвращает нам страницу с рендеренную используя шаблон contact с передачей модели алиса 4 мы опять приходим сюда получаем алиса 4 и вставляем его на эту страницу и у нас получилась вот такая вот штука давайте я сейчас как на занятиях расставлю здесь точки останова и мы с вами в режиме отладки пройдемся по всем этим страницам и посмотрим что куда зачем кого погоняет и нам будет понятно так тут на всякий случай везде я прямо расставлю вроде везде расставил так поехали мы пришли сначала в действие индекс как я и говорил действие индекс создает модель алекс 32 эта модель не используется никак модуль 2 и модель алекс 32 отправляется на рендеринг через шаблон вот этот я нажимаю здесь 5 и попадая на вот этот шаблон здесь у нас уже name отрисовался может есть какой нибудь красивый так ну я сейчас сразу не найду красивого какого нибудь который отображает свойства объектов сейчас но ладно в общем модель у нас есть здесь будет name алекс здесь мы вызовем get age она нам вернет 4 давайте сделаем попробуем сделать вот у нас есть вот такое окошко мы сможем свойства модели посмотреть вот оно прямо сейчас и age нам вернет вот этот age 32 f10 теперь мы отправляем эту модель на шаблон views shared contact cshtml нажимаем f5 вот мы ее рисуем вот мы закончили рисовать вернулись назад на индекс нажимаем f5 теперь мы пришли на layout который вставляет на на какое-то место в серединке себя все что отрисовано было на странице индекс теперь он рендерит секцию footer которая определена на странице с которой мы вызвали этот шаблон вот у нас эта секция вызвалась она рендерит contact опять вот contact опять рендерится вот мы вернулись назад вот мы вернулись еще назад на layout кстати может быть тут имеет смысл посмотреть на stack trace я вам про стекторис рассказывал и вы тоже должны были уже знать а ну нет здесь ничего такого некрасивого они пока не увидят так и пошли дальше да теперь смотрите мы вызываем action который на самом деле побежит в контроллер назад в контроллере вызовется метод contact который создаст модель alisa4 и отрисует его с помощью contact шаблона так вот он рисуется вот он сейчас должен вставиться вот он вставляется обратно в шаблон и на этом мы страницу заканчивали рисовать вот и все это основные элементы которые вам понадобятся в разработке любого веб-сайта который касается блочной компоновки информационных элементов информационных и логических сейчас я посмотрю что там у нас layout 2 у нас там есть еще индекс 2 да у нас там чуть чуть более сложная структурка давайте за нее тоже зайдем значит туда нам надо попасть по ссылке home slash index 2 вот мы сюда попали и давайте по шагам тоже сюда пройдемся 1 2 и побежали где там наш home контроллер здесь у нас нет никакой модели она наверно там не требуется сейчас посмотрим и прям contact отрисовываем без ничего я уже не помню он так отрисует он должен упасть все правильно модели никакой нету поэтому все верно надо починить модель то мы никакую не передали сюда что мы делаем во-первых нам нужно вот эту страницу научить какой-то модели мы или если мы не будем ничего использовать по-моему можно даже там ее не указывать она просто любая модель пройдет так модом посмотрим не ругается пока давайте посмотрим что будет я нажимаю в 5 модель то на самом деле передастся и она там будет просто страница на которой мы тип модель не указали не может использовать свойства этой модели потому что она не знает какого типа модель к ней пришла так это мы закрываем еще раз идем сюда вот модель создали опять x32 так это у нас тут уже сейчас она побежит прыгать по всем этим самым так вот значит это индекс 2 прилетел он пытается contact отрисовать так давайте я этот отпущу весь в два потока нам побежал рисовать та страница которую я закрыл она успела запустить цепочку действий на сервере вот она сейчас не совсем понятно кто там их рисует кто там кого рисует сейчас мы все это пробежим один раз потом еще один запрос делаю и о да это у нас намного красивее страница побежали так это есть это нам не интересно здесь у нас вот так и и нам еще есть страница в 2 на которой есть это это и это и пошли по ней ходить так опять модель alice 32 возвращаем пришли на индекс 2 здесь явно указан шаблон layout 2 это значит что именно он будет использоваться как родительский шаблон для вот этого шаблона здесь мы вызываем contact который рисует в белом блоке name и age вот мы его закончили рисовать теперь мы все это вставляем в layout 2 layout 2 вставляет в render body то есть на то место где указано render body то что пришло к нему от страницы потом он вызывает частичный шаблон contact передавая ему всю ту же модель в контексте которой мы сейчас производим выполнение опять вырисуем index age вот мы отрисовали и теперь у этого layout есть layout вот такой то есть у этого шаблона есть свой шаблон который является шаблоном по умолчанию но он явно указан и это значит что все что нарисовано здесь вставится еще в шаблон уровнем выше вот мы вставляем его на место render body вызываем опять же секцию footer приходим в секцию footer того места откуда мы вызвали шаблон layout а это layout 2 и в секции footer мы вызываем секцию footer шаблона уровнем ниже то есть того шаблона на который мы пришли из layout 2 а это у нас индекс 2 cs html и мы прибегаем вот сюда где мы пишем hello from page template section footer и вставляем сюда частичный шаблон контакта опять рисуем name age вот мы отрисовали его вот мы вернулись в layout 2 вот мы вернулись в layout и в layout мы опять вызываем action contact который нас приведет в контроллер в контроллере опять мы вызываем contact с алисой 4 который ее рисует вот тут будет алиса тут будет 4 потом это все дело вставляется в layout вот сюда и мы заканчиваем на этом рисовать нашу страницу вот такая вот красивая заговулина вопросы все вспомнили надо посмотреть может там вообще никого не осталось больше 3 человека у нас рекорд хорошо да вопросов вроде как ни у кого нету ладненько раз так тогда переходим к следующей части нашего балета которая касается маршрутизации и так значит сейчас я сам буду тоже вспоминать вместе с вами как эта штука вся работает потому что не очень часто я этим сейчас пользуюсь так я сейчас отключу все все breakpoint все точки останова закрою все и мы вернемся вот в шаблон roadconfig и так что это что эта штука нам помогает делать здесь мы определяем правила маршрутизации наших страниц то есть нашего контента когда пользователь вводит что-то в адресной строке нам надо придумать куда направить его в соответствии с логикой которую мы хотим чтобы обрабатывал этот запрос вот этот шаблон будем считать его шаблоном по умолчанию но поскольку ваше курсовое задание сделать блок давайте что-нибудь похожее на на блок сделаем итак у вас в блоге будут страницы причем страницы вы наверное хотели бы чтобы выглядели как как я не знаю давайте посмотрим как сейчас придумаем шаблон значит пишем roads map road и дальше надо придумать несколько вещей первое это name его можно не писать что это первое да но пишем name это у нас будет я не знаю давайте сделаем чтобы это был допустим список ваших публикаций listing так url здесь надо написать шаблон для этой страницы значит что мы можем использовать в шаблоне мы можем использовать все то что есть мы можем использовать контроллер действия и аргументы которые мы передадим контроллер давайте мы напишем да значит у нас будет использоваться контроллер вообще не думаем сейчас про контроллер мы рисуем url какой хотим значит пускай будет вот так articles даже можно без заглавной буквы дальше мы что хотим это у нас листинг мы хотим номер страницы наверное да пускай будет тип 1 да страница номер 1 и давайте на этом на этом закончим наш шаблон то есть у нас будет страницы влезли вот так articles 1 articles 2 articles 3 4 5 и так далее и мы предполагаем что на каждой странице у нас допустим по 5 по 5 статей есть и вот так вот 5 на 5 на 5 25 это у нас на 5 на 5 странице будет с 21 по 25 статьи как-то да отсортированы и так а чего чего теперь делать во первых вот этот циферку вот эту надо как-то обозвать давайте его назовем page number а теперь надо придумать кто все это дело будет обрабатывать и пишем default new и здесь мы создаем такой объект который называется который просто объект динамический динамический и мы делаем контроллер равно да это да это просто объект и кто будет обрабатывать его да значит пускай это будет article и и действие которое мы хотим чтобы обрабатывала это у нас будет action равно listing и все пока все давайте теперь надо будет создать вот этот article контроллер с методом listing мы идем в контроллеры и создаем добавить контроллер ntc5 article так вот мы создали article контроллер нам индекс здесь вообще не нужен поэтому мы делаем листинг и и что мы хотели сюда передать номер страницы вот этот page number вот мы его берем и делаем int page number а дальше чего то будем здесь делать да return давайте давайте сделаем вот так empty result new не будем шаблоны никаких вызывать не будем ничего рисовать нам нужно проверить что мы сюда действительно придем и с адресом который мы захотели и так значит если мы в адресе строке теперь напишем articles и сюда что-то передадим то мы должны попасть артикл контроллер и действие листинг с этим page number давайте проверим так и так у нас значит слэш артиклс слэш 5 цирк смотрим вот мы попали в артикл контроллер несмотря на то что мы написали артиклс здесь и вот нам сюда прилетело 5 вот таким вот образом вы можете на на ваши функции которые реализуют вашу бизнес логику передавать аргументы с помощью адресной строки понятно да так ладно вернется empty резал то есть чистая страничка будет у нас да совсем чистая совсем чистая страничка понятно как это работает я надеюсь то есть есть какой-то шаблон которому мы следуем и есть обработчики которые это делают и обязательно должен быть контроллер или в шаблоне или мы его должны здесь вручную название назначить и обязательно должно быть действие которое будет вызываться что будет если мы здесь просто вот так назовем то есть уберем цифру 5 у нас мы никуда не попали потому что у нас нет шаблона то есть у нас нету маршрута который сможет обрабатывать вот этот запрос без без циферки в конце но что если мы хотим чтобы в случае если мы набираем вот так articles чтобы мы куда-то попали нам нужно ну то есть очевидно да что вот этому шаблону slash articles у нас он не обрабатывается никаким маршрутом причем обратите внимание маршрут очень важен порядок следования маршрутов те которые написаны выше они имеют более высокий приоритет чем те которые написаны ниже они складываются в списочек и когда приходит запрос он по списочку ищет первый попавшийся маршрут который сможет обработать его да то есть как я не знаю как в книге я не знаю какие книги бывают эти по не знаю по маршрутам да то есть хочу на море первый кто скажет как на море попасть тот получит клиенту да точно так же и здесь я хочу вот моя адресная строка хочу чтобы меня обработали первый маршрут который скажет я могу тебя обработать в соответствии с шаблоном адреса тот и обрабатывает запрос что попробуем сделать сейчас мы мы попробуем сказать вот точно так же какие как и здесь да то есть мы скажем что вот этот параметр он не обязательный и что сейчас у нас получится ну попробуем мне кажется сейчас система должна будет попробовать вызвать наш метод листинг в контроле артикл но не знаю получится у нее или нет давайте попробуем опять мы эти шаблоном вот так сделаем так да вот смотрите что получилось система говорит page number это пускай не обязательный параметр поэтому вот этот маршрут говорит ну хорошо значит раз page number не обязательный значит а артикл тоже могу обработать да значит без артик с page number без page number все равно значит могу хорошо говорит этот маршрут я буду обрабатывать тебя и говорит иди на обработку в контроллер article action listing он такой приходит сюда а здесь надо листингу сказать page number а мы сказали он не обязательный и он такой весь в ступоре говорит ой говорит что что у нас был page number не определенный а он должен быть типа integer и вот этот метод листинг 32 вот в этом контроллере что опциональный параметр должен быть ссылочным типом наобл знаете разница между ссылочными и значимыми типами значимые наобл наобл не могут быть или он должен быть задекларирован как опциональный параметр прямо прямо в этом самом вызове метода давайте посмотрим что мы тут можем сделать значит первое что мы можем сделать это задать прямо здесь значению по умолчанию вот этому page number ну скажем page number 1 чем плохое значение то есть если мы сюда приходим с page number каким-то то page number будет тот который сюда передался если такого значения нет будет использоваться значение 1 давайте смотреть знаете что давайте я сейчас сделаю стоп чтобы он постоянно там нам не тупил делаем вот такую штуку я сделаю здесь что он собирается так нет стоп стоп я сказал стоп стоп так правой кнопкой мы сейчас скажем чтобы он не открывал страницу по умолчанию никакую вот у нас уже страница открыта мы ему скажем веб нет не запускай никакую страницу пожалуйста сохраняем запускаем опять если вы это сделаете не забудьте пожалуйста что может быть надо будет потом поставить назад то вы будете запускать в режиме отладки сайт а у вас браузер запускаться не будет вот будете соображать что же случилось так вот у нас отладка запустилась мы опять идем сюда и вот он ожидание ожидание давай придешь сюда вот он пришел смотрите оп page number 1 так что мы можем как мы можем еще поступить допустим вам не нравится вот так делать можно сделать по другому мы можем сказать что page number равен по моему можно сказать вот так то есть это значение по умолчанию то есть либо page number идет в адрес на строке либо page number 1 потому что это значение по умолчанию смотрим смотрим Оп, прилетели. С пейдж номером 1. А если мы передадим сюда 2, мы прилетаем сюда с цифрой 2. Красота. Итак, что тут мы можем делать дальше? А вообще мы можем делать все, что угодно. Мы можем сделать 2 параметра. Допустим, мы можем сказать здесь прямо передавать сколько мы хотим элементов на странице. Допустим, у вас где-то есть такой выпадающий список, где вы позволяете пользователю выбрать 50 элементов на странице вашего магазина вы хотите или 100. Можно здесь сделать второй параметр. Page Size и сказать, что page size по умолчанию равно 50. Потом мы идем сюда и проводим здесь int page size и все. Эта часть функциональности готова. По умолчанию page size 50 но его можно передать вот так. А можно передать ну, смотрите, тут либо вы передаете вот так и вот так, либо вы передаете только вот так и тогда все, что после первого слэша будет page number но вы не можете сказать, что вот мы page number уберем а page size передадим потому что тогда понимаете, что будет после articles будет число но система будет читать что это page number а не page size по-моему я прав сейчас проверим насколько я прав и так значит articles 2 поехали посмотрим, что там будет печь number 2 page size 50 это у нас вот на такой ссылке или я сделаю вот тут например вот так слэш 7 page number 2 page size 7 а если я все уберу то есть number 1 page size 50 все понятно но если мы хотим с 50 поменять на 100 нам надо обязательно указать первый аргумент что делать что делать а что мы можем здесь сделать давайте подумаем можем ли мы вообще что-то сделать мы можем как-то сделать пометку какую-то например сделать вот вот как-то так вот как-то так сейчас подумаю что будет нам надо будет size обязательно чтобы был иначе этот шаблон работать совсем не будет да тут особо так ничего не придумаешь не сделаешь ну ну да вот что еще может вам интересного такого пригодиться допустим вы хотите чтобы у вас по какой-то интересной ссылке открывался ну там например вы написали статью как я провел лето и у вас открывается статья про то как вы провели лето давайте сделаем вот так roads map road и сюда передадим можно даже не именовать их первый параметр это name значит article это name это имя маршрута они должны быть уникальны второй параметр это шаблон ссылки который будет использоваться для определения может ли этот маршрут обработать запросы или нет и мы здесь сделаем такую штуку article name а направлять мы это все будем в контроллер и и действия q так вот интересно получится идем в контроллер создаем действия view и здесь у нас будет string и как мы его там называли article name оп оставляем здесь точку останова и на этом как бы все давайте посмотрим так и давайте пишем how мы запустились вообще ожидание 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 сейчас будет рисовать нам эту разноцветную страницу да это у нас заработало поехали итак мы прилетели сюда на view и у нас здесь аргумент вот все что было в адрес на строке понятно да тырк и все это обработалось вот этим вот вот этим вот маршрутом а что если у нас статья называется вот так а тогда мы попадаем сюда и у нас аргументы вот такие и это совсем не то что мы хотим а что же делать это же текст в адрес на строке почему он не должен обработаться как например вот вот этот текст я добавил одну букву и уже попал совсем в другое место а я говорил что имеет имеет смысл имеет важность порядок следования маршрута в случае когда мы набрали articles мы пробежались по этому списку и первым кто смог обработать запрос оказался вот этот поэтому он и обрабатывает запрос мы можем сделать вот так ну вообще да конечно лучше так не делать а то вот этот маршрут с дефолтными значениями просто вообще перестанет работать потому что articles без аргументов просто будет всегда лететь сюда а мы хотим наоборот поэтому надо будет просто иметь ввиду что есть какие-то зарезервированные адреса на сайте которые обрабатываются ну как положено нам например contact us и что нибудь еще и что нибудь еще такое хорошо вот основные понятия маршрутах которые я хотел вам рассказать там конечно много всего чего еще есть интересного но вот то что я здесь рассказал это такая база того что такое маршрутизация как она работает и что с ней вообще делать можно я вот честно не помню сколько там у нас времени в вебинаре и когда нам надо закругляться напишите мне пожалуйста в этом в чате а то я совсем потерял ощущение времени сейчас у нас что-то типа 21.00 так значит у нас где-то есть еще полчаса хорошо раз у нас есть полчаса я сейчас вам расскажу еще одну очень важную концепцию которая есть это не концепция это такое такой кусок информации который находится на пересечении представлений и маршрутов очень важные мы с вами на 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 представлениях использовали вот такие штуки которые называются хелперы которые чего-то делают кроме всего прочего они могут там мы можем делать много разных интересных вещей и попробуем сделать вот что нам надо будет сделать ссылку но представьте что ссылку мы хотим сделать там не куда-то на google.com а на наш ресурс на нашем сайте как делаются ссылки мы делаем тег а внутри пишем текст а здесь пишем атрибут гипертекст референс и пишем куда мы хотим там ссылку бла-бла-бла такая-то такая-то да вот а представьте что даже если мы каким-то образом сгенерируем динамически вот эти вот два параметра а потом мы такие пришли и поменяли маршруты и теперь вот ссылка которая сгенерировалась по динамическим параметрам вот здесь вот то есть мы там сделали например что там articles 1 5 да вот так ну вот как-то так а а потом пришли сюда и поменяли здесь articles на что-нибудь другое там я не знаю на лист и чего и теперь везде на сайте где мы это все делали нам надо будет переменять все шаблоны всех ссылок так вот чтобы такого не происходило можно делать следующее первое что можно делать мы можем использовать следующий helper html action link первым аргументом текст лист это то что будет в самой ссылке вторым действием имя действия кто там у нас в article контроллере есть это у нас лист это у нас он там полно так и называется лист давайте посмотрим article listing да он называется listing мы хотим попасть именно на listing но если мы не зададим третий аргумент система считает что мы пытаемся попасть на действие в том же контроллере к которому относится вот это представление оно находится в папке home значит относится к home контроллеру значит вот эта штука моргает красным потому что в home контроллере нет никакого листинга поэтому надо передать ему третий аргумент article красота теперь что бы мы не меняли с нашими маршрутами как бы мы не переделывали шаблоны вот эта ссылка всегда будет вести на article listing она просто будет строиться динамически в соответствии с правилами которые описаны вот здесь для вот этого действия листинга будет подбираться маршрут который первый сможет для него сгенерировать красивую какую-нибудь ссылку первый кто это сможет сделать тот тот ее и сгенерирует давайте посмотрим как это работает так вот наш листинг давайте посмотрим сейчас он запускает сайт у меня тут просто пишет одно пишет второе студия запущена и процессора почти не осталось 90% вот оно запустилось побежали оно прибежит сюда и сгенерирует здесь ссылочку и тут смотрите ссылка вот лист видите я навожу сюда и обратите внимание что внизу экрана у меня написано slash articles то есть что эта штука взяла она подобрала первый доступный шаблон который есть в таблице маршрутизации и в соответствии с ним сгенерировала ссылку на этот на это действие любыми способами добраться до этого действия вот мы нажали на ссылку и прилетели сюда конечно же с параметрами по умолчанию а как же передавать параметры спросите вы а вот как отвечу я здесь пишем здесь пишем запятую и смотрим так кто там у нас может кто там у нас следующий так следующий у нас html атрибуты то есть это атрибуты которые будут повешены на ссылку они нам не интересны поэтому мы можем сюда передать now ну атрибуты там style там и всякая такая прочая ерунда а так стоп стоп да надо вот так сделать хлоп атрибуты пойдут в конец сюда у нас вот такой аргумент идет road value dictionary то есть это словарь с со значениями маршрутизации и на самом деле по-моему можно даже как-то вот так сделать черт его не помню что это у нас будет можно вот так сделать будет объект road values и сюда передать да что мы хотим передать допустим мы хотим page number сделать 5 page size сделать не знаю 30 5 вот так и давайте чтобы было еще интереснее мы возьмем из модели свойства вот это 32 не заворачивайтесь на то что логически связи между размером страницы и возрастом пользователя я хочу вам показать что можно брать из модели данные для того чтобы генерировать ссылки на страницы которые будут влиять на адресную строку на ссылках так вот мы сделаем так оп и будет тут 32 и смотрим что тут у нас теперь получается так помним алекс 32 ну ожидание еще вот ожидание закончилось и теперь смотрите на ссылку 5 слэш 32 и теперь если мы нажмем на эту ссылку мы попадем в articles и у нас будет page number 5 page size 32 красота хорошо а что делать если вы если вы написали вот такую ссылочку а она у вас отрисовалась не так красиво как вы хотели бы то есть первый попавшийся шаблон который нарисовал ее это не совсем тот который вы хотели есть другой шаблон который может нарисовать более красивую ссылку на эту страницу что же вам в этом случае делать можно воспользоваться другим хелпером так опять же здесь link тут будет имя лист так и сейчас где-то тот же был имя да это немножко не то это немножко не то это типа более общая более общая часть action link который надо все передавать вот в этом объекте то есть мы передавали контроллер действия отдельными параметрами а их здесь нужно передавать прямо вот в этом объекте это нам не подойдет но так мы генерируем ссылочку типа а да html тег а если мы хотим ссылочку сделать мы должны использовать вот такой тег url ну такой helper тоже action url action и вот это вот все мы туда возьмем и у нас будет на странице просто ссылка видна так ничего ему не нравится вот 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 скупочки фигурные вот или url вот и теперь мы можем указать road name и road values мы берем маршрут который у нас вот здесь есть допустим listing и указываем явно хочу ссылку которая генерируется по листингу и мы туда передадим параметры для листинга page number и page size вот эти вот и я подразумеваю я ожидаю что вот эти две ссылки будут одинаковые они просто будут на странице видны давайте посмотрим запускать то есть здесь должны быть после вот этой ссылки два кусочка текста одинаковых ожидания вот да вот они articles articles вот они появились причем это относительные ссылки то есть ссылки относительно моего сайта не абсолютные а относительные все теперь ну вообще вы можете вот эти вот штуки теперь использовать как захотите можете сами в tag app положить или использовать в виде action для формы либо как-то еще если хотите можете в javascript даже его скормить для того чтобы что-нибудь странное делать вот мне кажется что в принципе информации по маршрутам вам хватит я могу в оставшееся время которое у нас есть показать вам еще одну концепцию маршрутов которая наверное покажется вам проще чем все вот это возможно давайте попробуем идем в global assex где мы вызываем регистрацию маршрутов и делаем вот такую штуку сейчас я вспомню как это там делается ну вот такая штука оп а эту таблицу мы убираем и теперь смотрите что мы сделали мы вместо того чтобы использовать таблицу маршрутизации которую мы определили в конфиге вот в этом мы делаем все вещи мы говорим а давай ка ты нам будешь использовать вот это такая встроенная функция в фреймворк говоришь давай мы будем использовать лучше атрибуты маршрутизации и теперь что эта штука у нас делает мы идем в article controller и говорим article controller у нас доступен по рот артикл артикл сейчас я сам вспомню артикл что то вот префикс написать ну давайте попробуем я послушаю не помню как тут надо писать article листинг или что там у нас было что там у нас было у нас был просто артикл да просто articles так значит тут у нас ничего не надо нам тут надо только вот эту вот эту штуку написать оп оп а здесь надо написать такую штуку штуку вот как-то так и надо в home контроллере тоже что-то повесить а то он вообще работать не будет без имени значит по-моему по умолчанию наверное будет работать сейчас проверим и shows и на утро там и и и и и и и и Ожидание localhost. О, вот мы и пришли сюда, и эта билиберта у нас сюда передалась, так, вроде так, а что же у нас с этим articles такой будет тогда, а если мы сделаем вот так, мы опять сюда придем, а если мы сделаем вот так, тададам, второй аргумент, и мы теперь уже ничего не нашли, page number, page size, articles, так, давайте почистим, да, этого скорее всего не надо, вот так сделаем, оп, и на самом деле здесь можно задавать параметры, которые указывают, что какие-то части необязательны, но если честно, я уже не помню, как, это можно почитать в документации, давайте посмотрим, будем делать, чтобы теперь работать. Ожидание, ожидание, давай, вот прилетел, number, size, все, пришли, вот можно так делать. Главное, чтобы шаблоны этих маршрутов в этом контроллере или в других контроллерах не пересекались между собой, потому что найти проблему будет в этом случае очень сложно, в этом смысле вот этот единый файлик, который указывает иерархично все шаблоны, он как бы лучше, но он не очень удобен. Иногда бывает удобнее просто вот так вот атрибутами все пометить, если у вас шаблоны простые, если у вас сложные шаблоны на проекте, то мне кажется лучше через вот этот файл, файл roads config все мапить. Можно комбинировать и тот, и другой способ, я там закомментировал, можно раскомментировать, тоже все будет работать, в принципе, если друг другу мешать не будет. Если у вас там везде на этом контроллере повторяется articles, там и дальше что-то, и опять вот articles и что-то тут дальше, можно здесь написать вот такую штуку, называется road prefix. и сказать вот тут articles. И тогда все вот эти road, они как будто будут начинаться с articles, тогда вот отсюда articles можно будет убрать, использовать только вот эти штуки. Но здесь тогда articles name, article name надо будет через вот эту штуку набирать. Давайте попробуем. Что я имею в виду? Так, там наверно запустилось, articles, эта ссылка должна работать. Оп, прилетели. 1-1. А теперь здесь меняю на прокадабру и подлетаю сюда. Если бы я набрал 1 и хотел бы, чтобы это у нас попало сюда, как article name, тогда нужно было на маршруты еще дополнительно вешать ограничения на вот эти аргументы. Можно говорить, что вот этот аргумент цифра, а вот этот аргумент тоже цифра, а вот это не цифра. Это все тоже можно делать. И вот, если вам будет интересно, как это сделать, попробуйте найти информацию в интернете. Потому что очень большая часть работы программиста сводится к тому, чтобы найти что-то в интернете. О том, как это работает, как это починить, как это использовать, как заставить это работать на себя и так далее. Поэтому, мне кажется, информации, которую сегодня я вам дал, вполне достаточны для понимания механизмов работы, системы маршрутизации, SPNet MVC фреймворка. Бонусы в интернете. Накопаете? Отлично. Для курсового проекта, который вам нужно будет сделать, то бишь блок, этой информации, которую я вам дал сейчас, хватит выше крыши. Есть ли у вас какие-то вопросы? У нас осталось 8 минут. Сколько там у нас человеков, человеков живых? Три человека живых? Живые три человеки. Есть ли у вас вопросы? А человеки, наверное, пошли спать. Да, человеки спят. Спят, человеки. Может быть, меня уже давно не слышно? Никто не видит, что я делаю? Вообще, связь оборвалась. А, каша в голове нет вопросов. Ну, что я вам могу сказать? Значит, видео будет доступно. Оно будет доступно... Ну, я могу дать вам ссылку. И вы знаете, наверное, мой канал. И на сайте SDO. Вы можете писать вопросы в чате, который у нас тут был где-то. Где-то был у нас Gitter. Да, проект этот, как и предыдущий, я закомичу в две разные папки на вот этом репозитории. Один будет... Давайте сейчас посмотрим сразу, где они тут у нас. Да, тут... Что тут у нас есть? Data Validation. DN2. Вот. Маршруты. MVC Application. Да, то есть, маршруты у меня обычно идут в общем повествовании девятой лекции. Если вообще про HTML рассказывать сначала и все такое прочее. Ну, вот здесь вот будет еще что-то такое. Будет, например, папка с вебинаром и датой нашей сегодняшней. В папке маршруты. Будет еще папка для представлений, как я говорил в самом начале, пока не придумал для него номер lesson, ну, куда-нибудь воткнул, чтобы логически оно как-то получалось. И найдете. Значит, ключевые слова. Views, roads. Views это предыдущая тема, roads это текущая тема. В следующий раз мы с вами поговорим про отправление данных на сервер. и Model Binding. Да, а десятой темы у меня тут опять тот же нету, да. Ну, вот у меня такие запасы тут есть. Про Model Binding с вами поговорим. С учетом того, что у нас достаточно плотная программа, мы охватим все основные области MVC Framework. Вот, на самом деле, мне кажется, можно заканчивать. Особенно, раз у вас каша в голове, то вы пересматриваете видео, играйте с проектом, ставьте себе студию. Практически, снятие на них приносите ноутбуки. Вот. Но пасаран. Я, на самом деле, думаю, наверное, можно закругляться. Тырк, 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 тырк. Тырк. Так, а сейчас мы видим дебаггинг. Я хочу снять сайт.